Тема ситуация в стране накануне президентских выборов и вообще ситуация общественно-политическая, криминогенная ситуация. И для вступительного слова я предоставляю слово руководителю штаба общенационального движения по защите государственности Тимуразу Фишпа. Тимураз Владимирович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы приветствуем вас на сегодняшней пресс-конференции. Я бы хотел сразу перейти к делу. Общенациональное движение – это союз оппозиционных сил. В общенациональное движение входят две крупнейшие партии страны, ряда общественных организаций, депутаты парламента, отдельные политические и общественные деятели. С самого начала общенациональное движение было создано во главе депутатом парламента Асланом Георгиевичем Жаневым и выступало за смену власти в нашей стране. Так как все участники данного движения считали и считают до сих пор, что продолжение работы действующей власти является пагубным явлением для нашей страны. Общенациональное движение готовилось к предстоящим выборам, но вы знаете, в апреле лидер оппозиции Аслан Жанев был отравлен. После этого доставлен город в Москву, затем в Германию. Мы получили анализы с Берлина после того, как мы опубликовали данные о том, что в организме повышенное содержание артургии, алюминия. Это все вылилось в акции протестового парламента 20-21 числа. Был найден концепсус и выборы были перенесены на месяц. Мы считали, что этого будет достаточно, исходя из прогнозов врачей. Но, к сожалению, углубленные анализы ведущими специалистами Германии и после того, как мы получили вторичные результаты анализов с Польши, они подтверждают, что у человека, у которого пять раз меняли кровь, до сих пор остаются в организме остатки яда, то есть алюминия и артуги. А сам Джани незамедлительно, незамедлительно, хочу подчеркнуть, выслал свое обращение к согражданам, где заявил, что не будет участвовать на предстоящих выборах, так как это не тот человек, который будет рисковать общими интересами будущей своей страны. И сразу, не рискуя, сказал то, что он не идет на выборы. Также он поддержал решение политической партии Амцахара о выдвижении Алхаза Алексеевича Квизиния и Дмитрия Сергеевича Тбар на высшие государственные посты. Амцахара является частью общенационального движения, общенациональное движение поддерживает данное решение. И в будущем ОНД перейдет на работу как предвыборный штаб Алхаза Квизиния в положенное законное время. Какую оценку даете работе нынешней власти и вообще в целом общественно-политической ситуации в стране на сегодняшний день? Я хочу немножечко начать с того, что мы все прекрасно помним, как нынешняя власть, каким путем пришла к власти. И в своей предвыборной кампании перед общественностью, перед нашим населением, она много чего бы она обещала, которого мы, к сожалению, сегодня не наблюдаем. И всегда есть такое мнение у общества, что таким путем, революционным путем придя к власти, общество будет требовать вдвойне лучшие отношения в плане социальной жизни, в плане заработков и всего остального, вдвойне больше от этой власти. Но, к сожалению, эта власть очевидно не смогла этого достичь. Более того, я считаю, что она на протяжении этого времени врала собственному народу, охарактеризовывая ситуацию с положительной стороны, проводя идеологию о каких-то реформах, проводимые ими, которые мы вообще не ощущаем, и население это на себе не чувствует. И я бы очень кратко, если говорить, ситуация на самом деле в республике кризисная. Что экономическое, что политическое. Вы видели, какие процессы происходят в последнее время. Это все говорит о том, что власть не может контролировать до конца ситуацию внутри страны. Мы против самосуда, да, я тоже против самосуда. Но когда власть бездействует, люди вынуждены уже решать свои какие-то вопросы сами. Поэтому это все происходит так. И это, к сожалению, очень плохо и печально. Есть мнение, что уровень российско-абхазских взаимоотношений достаточно снизился. Они изменились и уже не такие, как во времена, в богатшевские времена, так скажем, так и на самом деле ситуация обстоит. Спасибо. На самом деле я считаю точно так же. И могу сказать почему. Потому что мы очень долгое время, наша партия, в том числе, в общем оппозиция, говорит, что наши отношения между Абхазией и Российской Федерацией нас очень беспокоят. На то есть определенные объективные причины. Мы считаем, что Россия у нас главный стратегический партнер. И мы должны на это ориентироваться. Это однозначное мнение мое. И мы должны все больше и больше наращивать дружбу между нашими государствами. Мы видим, что у нас бюджет как формируется. И мы видим, что по развитию комплексного плана у нас там сбои происходят. Иногда по вине абхазской стороны. Не иногда, а в большинстве случаев. Мы очень озабочены этими отношениями. Слово «дружба» между нашими государствами, на мой личный взгляд, остывает. Вы помните, в 2014 году при подписании договора, как нынешний президент говорил, что этот договор нам позволяет выйти на новый уровень. Но этого уровня мы не ощутили и не видим. А наоборот, мы уже беспокоимся о наших отношениях. Я думаю, что мы будем их развивать. И мы должны это делать. К сожалению, у нас сложилась такая плохая традиция, что выборная кампания связана с грязью, перетряхиванием чужого белья, вытаскиванием скелетов. Как вы намерены построить свою выборную кампанию? Все будет построено на открытости, на конструктивизме, на реальных предложениях, на реформах. Именно предложения в виде реформ. Поэтому я думаю, что до грязи нам далеко. Точно о нашей команде. Потому что никогда этим не занимались и заниматься не собираемся. Если у кого-то есть такие мысли, милости просим и готовы ответить. Но будем отвечать по-добру, по-здорову. Вот так могу сказать. Как вы оцениваете рекордное количество тех, кто выдвинулся кандидатами в этом году? И как это может повлиять на ход избирательной кампании? Может ли у нас впервые быть второй тур выборов? Количество кандидатов может говорить только о том, что... Ну, по нашему мнению, во всяком случае. Только о том, что действительно ситуация в стране кризисная. И поэтому каждый из тех, который считает, что у него есть потенциал, его не покидают мысли, что он может возглавить страну. Несмотря на то, что мы все абхазцы и должны в первую очередь быть в большей степени самокритичны. Но, к сожалению или к радости, пока неизвестно. Как говорится, компания покажет. Имеем то, что имеем. Вот моя оценка такова. Количество кандидатов напрямую связано с тем, что у нас нет стабильности в стране. Имеется в виду стабильности. Это касается и криминогенной ситуации, это касается и коррупции, это касается и развития как такового экономического, социально-экономического, если быть точнее. Поэтому те, кто сегодня выдвинулся кандидатами в президенты, каждый считает, что он сможет с этим бороться. Если бы мы видели бы и ощущали бы, что действительно есть такая тенденция, и какие-то шаги ощущаемые, как это было уже сказано. Ну тогда, наверное, многие задумались бы, а могут ли они сделать лучше. Но как раз таки факты того, что такое количество кандидатов говорят об этом. Дело в том, что когда люди видят, что власть слаба, они примеряют на себе. И думают, почему, если они могут управлять такой ситуацией, почему я не могу. Это все говорит о том, насколько высок у нас, вернее, низок авторитет власти. Если бы власть была бы сильной, и люди видели бы, что она может управлять страной, и с ней трудно состязаться в конкуренции предвыборной, конечно, бы не пошли бы люди. Но когда они видят, каким образом управляет руководство нашей страны, у них есть соблазн самим попробовать тоже. Вот что происходит. Что касается второго тура, то я думаю, что это вполне вероятно, потому что на самом деле кандидатов много. И если раньше были такие личности, лидеры, которые выигрывали в первом туре, то сегодня очевидно, что в руководстве нет такого потенциала. Поэтому все имеют какие-то шансы. Хотя я считаю, что есть несколько наиболее, так сказать, реальных кандидатов, между которыми может быть наиболее острая борьба. Но маловероятно, с моей точки зрения, что это все может закончиться в первом туре. Граждан интересует отношение политических деятелей к вопросу продажи недвижимости иностранцев. У вас какая позиция по этому вопросу? Вопрос о продаже недвижимости, он один из самых актуальных и самых серьезных для нашего народа. И я подхожу к нему так. Но мы должны, конечно же, не бояться никаких вопросов, открыто это обсуждать в обществе. И опираться на мнение общества, в том числе, нам необходима в таких вопросах. Но у нас есть еще такие проблемы. До решения этих вопросов нужно нам подготовительную базу создать. У нас кадастр надоземельный, нам сколько у нас чего. Ведь у нас инвентаризации целиком нет в республике. А кто знает, какое имущество у нас есть, а такого его уже нет. Вот эти все вопросы сперва необходимо проработать, а потом поставить вопрос и решать. В пользу, в интересах наших граждан и нашего государства. Исключительно таким подходом. В случае, если вы выиграете выборы, что в первую очередь вы сделаете? И как будет построена ваша кадровая политика? Это будет по политическим взглядам, либо по профессиональным каким-то навыкам? По политическим взглядам я хочу вам сказать, что такого подхода у нас нет, не было и не будет. Да, есть команда единомышленников, союзников, соратников. Это безусловно. Но мы стараемся и в команду уже привлекать людей из других политических общественных организаций. Это вы видите наглядно. И сегодня тоже. Не пустыми словами апеллируем, а действием. То есть мы стараемся людей объединить и не делить. Время, разделяя их властную на своих и чужих, нам нужно прекращать. Его надо заканчивать. Если мы будем разбирать людей на своих и чужих, мы так страну свою не построим. Мы должны объединять всех. И подходить при подборе кадров с точки зрения их профессионализма и компетентности в той или иной сфере. Если мы не наведем в стране порядок, то о других проблемах даже не нужно говорить заранее и обещать. Это будет обманом выглядеть. Мы этого не хотим. Мы хотим навести порядок в стране во всех структурах и во всех отраслях. После этого мы, конечно же, получим результат. Я хотел бы, чтобы пару слов об этом сказал и Дмитрий Сергеевич. Я передаю микрофон. Я думаю, что он сейчас прокомментирует. В первую очередь, на самом деле, в нашей стране нужно наводить порядок. Мы даже сидя дома знаем, кто ворует людей приблизительно. Кто грабит. Кто занимается разбойными нападениями. Я считаю, что мы должны решительно с этим уже покончить. Вплоть до того, что за этими людьми надо приходить прямо в дома, которые этим занимаются. Потому что наши граждане не чувствуют себя защищенными. Они спокойно не могут выехать на улицу. Они неспокойно не могут поехать за товаром в Российскую Федерацию. Они боятся перевозить любую сумму денег с собой. Пока этот беспредел в стране будет происходить, мы ничего не добьемся. Это бьет и по туризму. Это бьет и по экономике. Это бьет и по взаимоотношению между нами и Российской Федерацией. Потому что несколько раз украли российских бизнесменов. Мы же все понимаем, кто это делает и почему это делает. И мы уверенно можем сказать, что мы с этим будем бороться четко, жестко и везде. Где бы это ни было. И касаемо коррупции, которая у нас сплошь и рядом. Я заверяю, что мы сделаем все. Если человек даже будет установлено, что он проворовал бюджет нашей страны и уехал с нашей республики. Мы его найдем там, куда он поехал тоже. Пора уже реально людям показывать, что на самом деле в нашей стране в первую очередь это закон. По-другому мы государство не построим. Необходим большой приток инвестиций. Ни одна страна сегодня в мире не может без этого развиваться. Это очевидно. Тем более мы находимся в такой ситуации. И ожидать, что только российская помощь может нам дать толчок к развитию, это нереально. Потому что эта помощь нам дается для того, чтобы мы держались хоть как-то на плаву. Но мы не смогли добиться того, чтобы к нам потекли инвестиции. Почему это происходит? Это происходит потому, что нет безопасности. Деньги не идут туда, где они спокойно. Они любят тишину, как известно. Поэтому, как Дмитрий Сергеевич сказал, наша первостепенная задача – это обеспечить людям безопасность. Внешнюю безопасность нам спасибо обеспечивает Российской Федерации, поставив на границе и по морю, и по суше свои войска. И мы после того, как многие годы были озабочены тем, что может произойти новая интервенция, теперь переключились на какие-то внутренние проблемы. Но вместо того, чтобы переключиться на созидание, мы переключились на междоусобные какие-то дела. Преступность начала расти. И все это, конечно, не способствует притоку инвестиций. У нас есть, как я сказал, внешняя безопасность. Нам нужно обеспечить внутреннюю безопасность и открыть дорогу для инвестиций. Без этого никакие прожекты по развитию страны невозможны. Насколько в сегодняшней, в нынешней ситуации чувствуется влияние российской политики, сборной компании? Это факт, что мы были в Москве. Мы беседовали с нашими друзьями, коллегами. Речь шла в основном, чтобы была стабильная ситуация. Предвыборные, выборную кампанию проводили, чтобы все кандидаты в стабильной, спокойной обстановке, не нагнетая ситуацию. И в целом, чтобы выборы прошли в такой же обстановке стабильной. Вот о чем шла речь. Мы сказали все, что мы приверженцы такой политики и таких действий. Вы, выступая на слисте, говорили, что вы входите в выдачную кампанию, за основу имеете концепцию, разработанную в Стану Беоргиевичу. И скажите, пожалуйста, чем ваша программа, ваши команды отличаются от программы ваших конкурентов? И почему избиратель проголосовать должен за вас, например, а не за других? Я на съезде действительно так говорил, что у нас основа, это базовая программа, которую озвучивал и декларировал Аслан Георгиевич Бжанин. На самом деле, это труд общей представителей оппозиции, это коллективный труд оппозиции. И мы все отчетливо себе даем знать, что это необходимо уже дальше, в дальнейшем воплощать в жизнь. Поэтому я не знаком с программой других кандидатов в будущем, наверное, не озвучат. И поэтому я не знаю народу выбирать, какую программу они будут поддерживать, и какая программа будет реальной и эффективной. Но я хочу сказать, что программы можно расписать разные, и хорошие, и очень хорошие, и супер, мега программы. Но реально их воплощать нужно. Я еще не видел, чтобы реально какая-то программа от выборов, кто-то к ней прибегал и уже оглядывался. Мы помним также выборы в 2014 году, когда нынешний президент говорил, что дайте нам 100 дней, мы через 100 дней представим программу. И какую программу представили, и где она работает. Меньше говорить, больше делать. Реально. Мы представим эту программу, озвучим ее, и она, в принципе, всем представлена. Уже в соцсетях была, для обсуждения везде показывалась. И я думаю, что мы ее еще раз откорректируем чудо и озвучим, конечно. С вашего воздушения, Марьяна, а вы читали программы других кандидатов? Насколько нам известно, их нет. Все декларируют мир, труд, май. Важнейшие аспекты, как реформа правоохранительной системы, о чем говорил и кандидат в президенты, и висок президента. Это реформа судебная и исполнительная власть. Я скажу, что у нашей организации есть, в принципе, готовые законопроекты к принятию. Они в 2016 году еще были представлены в парламент. Что касается реформы исполнительных органов власти, при распределении полномочий и так далее, у нас есть, в принципе, готовые рецепты. Нам надо будет провести еще широкое обсуждение, конечно, по этому вопросу. И с депутатским корпусом, и с юридическим сообществом нашим, может, даже и с научным. Это мы в процессе будем проводить. В принципе, мы в своих позициях уверены, но для того, чтобы убедить другую публику, но я думаю, что такую работу надо будет провести в процессе. Все это ляжет в основу главной программы кандидатов в президенты Алхаса Алексеевича Квициния. И с того, что было, естественно, как базис, как основа Аслана Георгиевича, мы туда дополним еще экономическим блоком, безусловно, и реформами органов исполнительной власти. Но здесь надо четко понимать, чтобы такие реформы провести, надо, чтобы и наш народ правильно понял, в первую очередь еще и депутаты должны принять, потому что принцип сдержки противовесов, он должен быть. Сколько будет власти у парламента над исполнительной властью, также у исполнительной власти должен быть рычаг давления на депутатов парламента. Вот это должны понимать, потому что это разные ветви власти, и нельзя, чтобы одна власть превалировала или оказывала давление на другую. То есть этот баланс сил должен быть обязательно. Вот эту мысль мы попытаемся донести в ходе кампании. Еще два слова буквально по поводу экономических реформ и так далее. Значит, у нас готова новая налоговая концепция, мы ее обязательно презентуем, она будет частью программы, потому что, говоря о коррупции, говоря о том, что у нас большой товарооборот находится в тени, а если находится в тени, значит бюджетные поступления, разумеется, сокращены. Поэтому мы считаем, что главным образом надо людям предоставить, как модно говорить, соответствующие условия. Не побоюсь этого слова. Вот эти условия, по нашему мнению, заключаются в правильной налоговой политике. Когда людям будет понятно, что и сколько платить государственную казну, и больше ничего не надо делать, никому внимания уделять или с кем-то договариваться, вот эту основу справедливости отношений государственных органов и предпринимательского сообщества, это основа этой концепции. Поэтому я думаю, что мы будем поняты. Это основа. Вот именно в этом плане. А какие предприятия развивать, что производить и так далее, я думаю, это будет, ну, другое время уже будет, предвыборная кампания и так далее. Не хочется сейчас углубляться в детали. Все это есть на самом деле, это ляжет в основу предвыборной кампании. Да, это ляжет в детали, это ляжет в детали. Это ляжет в детали, это ляжет в детали, это ляжет в детали. Здесь ляжет в деталях, это ляжет в детали. Украина не нарушается плача в 열гах. Украина не нарушается. Материаловый материал Это не только что есть у всех «блудливую» Если дать дать арестованной жизни, Frankly, я не буду таким образом, А это скажет о том, что я дам и дам. Лучше всего я идю, И это, сказала, Это верно по тем, что он был... Для этого, И это, которое было в первую очередь, То есть, Их произошло... А мне deserved... ...коррпище... Неправденно. Продолжение следует... 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 В первый период после избрания нашего кандидата, любого общего кандидата, чтобы была создана Конституционная комиссия, которая должна в составе лучших юристов Абхазии и также зарубежных сделать новую модель политической системы общества и поставить ее народу на референдум. Я считаю, что это необходимое. Дмитрий Сергеевич, согласившись выдвигаться на пост вице-президента, вы наверняка понимаете, что это номенклатурная должность, а у вас не такой характер, чтобы сидеть и ждать каких-то поручений президента отдельных. Будет ли ставиться вопрос о повышении ваших полномочий и, к примеру, передаче вам контроля над силовым блоком? И второй вопрос. Сейчас очень много споров, должна ли голосовать диаспора в Турции за президента в Абхазии. Многие считают, что люди, которые живут за пределами республики, не имеют права выдвигать президента Абхазии. Если хотят голосовать, пусть приезжают сюда. Вот как вы к этому относитесь? По поводу распределения полномочий, наверное, будет правильно, когда будет предвыборная кампания, более четко на этот вопрос ответить. Выполнять поручения президента, ну мы идем общей командой, совместной, и в принципе мы должны засучить рукава и заниматься всей работой вместе. Естественно, у кого-то получается лучше в экономике, у кого-то получается лучше в правоохранительной системе. Если говорить о том, что если президентам будет поручено заниматься реформированием правоохранительной системы, мы к этому готовы. Она уже назрела, и этот вопрос, я считаю, один из самых главных. Потому что мы, как наблюдаем, эффективность работы правоохранительной системы, она идет вниз. И уверенными шагами вниз идет. И то, что происходит внутри правоохранительной системы, то, что происходит буквально эти дни сейчас в стране, это тому пример. Самое главное, это подбор кадров в те же правоохранительные системы руководителей не по принципу свой-чужой, а по принципу профессионал и порядочность. Нельзя говорить о том, что если человек проработал долго в правоохранительной системе, он обязательно должен быть коррумпированный. Это не так. Есть хорошие, порядочные люди и молодые, и среднего поколения, которые готовы работать, но которых убрали или по политическим соображениям, или по каким-то другим критериям. Мы все вместе должны начать работать в первую очередь. Если нужно будет, то вице-президент и пойдет, и на месте будет работать в правоохранительной системе тоже. Должность вице-президента, на самом деле, в моем понимании, она должна быть рабочей на местах, а не просто сидеть в кабинете и разъезжать по всей стране и по Российской Федерации, я извиняюсь, и непонятно чем заниматься. Он должен работать. И должен работать, выезжать на места, во все правоохранительные органы и уже на деле смотреть, как они работают. Другого у нас уже варианта нет. Все, мы уже поиграли над страной, эксперименты провели над страной. Мы видим, что в 2014 году произошло и к чему это привело. До 2014 года страна развивалась, может быть, не большими шагами, но она шла к развитию. А мы видим, что произошло. Мы скатились обратно в послевоенное время. Я еще раз повторюсь, когда похищают людей, когда убивают людей, это уже настолько привычным стало. Вы обратите внимание, 20-летних начали убивать. В любой ресторан зайдите, в любое общественное место зайдите. Из 100% молодежи 90% ходят с оружием. Пора уже с этим заканчивать. Я уверен, что большинство молодежи оружие уже начало носить от других людей, от самозащиты, от того, что у нас власть не может справиться с общественной криминогенной обстановкой в стране. Мы не должны от себя убирать проблемы. Это не моя профессия, это не мое направление. И МВД, и СГБ, и прокуратура, и Миноборона, без разницы, все силовые ведомства должны работать на общественный порядок, пока мы не приведем в норму. Не стабилизируем ситуацию и не будем ее поддерживать, как в нормальной стране. Да, по поводу участия в диаспорах, я хочу сказать, что гражданин Абхазии не может быть лишен права голосовать. Он сам может принять решение, участвует в выборах или не участвует. Вот Союз Абхазских Добровольцев, как известно, на днях сделал заявление, в котором сказал, что не будет участвовать туда. Но это их решение. А диаспора... Они не будут участвовать в агитации. Нет, они сказали, что они не будут участвовать в выборах, потому что всех считают достойными кандидатами. Теперь, диаспора наша, которая живет в Турции, в Москве или в Сирии, они, эти граждане Абхазии, имеют право голосовать. Другое время, другое, как сказать, дело, где голосовать. Потому что, ну, избирательные участки могут быть только в тех странах, с которыми у нас есть соответствующий договор, взаимное признание. Значит, Москва, это может быть в Сирии, ну, в Винусселу, у нас там людей нету. А в Турции они всегда с большим домом это организовывают. Это мы хорошо знаем, с какими-то проблемами будут было связаны. Но и решать им такое возможности мы никак не можем. В любом случае, те, кто на самом деле беспокоится о судьбе страны, о судьбе своего народа, могут приехать в Абхазию хотя бы раз в 5 лет и проголосовать. Вопрос признания, ну, Луганская Донецкая Республика Абхазия всплывал не раз в ваше отношение к данному вопросу. Я считаю, что эти республики надо признать, потому что мы все знаем, какой путь мы проходили тоже до нашего признания. И надо поддержать тех людей, которые проживают в этих республиках. На самом деле они этого заслуживают. Мы сегодня видим, что происходит и что творит Украина с ними. Вот поэтому я считаю, что это даже необходимо сделать. Мы же радовались, когда, помните, когда Южная Осетия нас признала, а мы Южную Осетию. В 15-м году Амцахара обращалась за моей подписью, еще за подписью Героя в Абхазии обращалась к парламенту, обращалась к президенту. И много еще организаций было, которые обращались. Но почему-то президент решил, что это не надо делать по неизвестным нам причинам. Но я так не считаю. У меня все же вопрос немного ближе к нам. Очень часто, очень много власти, не только власти, разные кандидаты говорят о том, что нужны реформы, нужно спасти народ, демографию, язык. Проблем, правда, максимально много. Но всегда все упирается в деньги, финансы в их отсутствии. Альхаз Алексеевич, где будем брать деньги, когда бюджет не исполняется, когда наполовину бюджет зависит от российской помощи? С чего будем брать для того, чтобы хотя бы делать минимальные какие-то первые шаги? На самом деле у нас финансовое состояние республики представляет собой серьезную опасность. Потому что вы знаете, что бюджет сколько лет уже не выполняется. И по каким причинам. Вы знаете высказывания самого президента, что у нас воруют больше, чем 500 миллионов. Вы все это проходили. Я не буду просто здесь повторяться. Не имеет смысла, это все знают. Вот недавно банк берет кредит, бьет с бюджета 500 миллионов. Это нормально? В наших условиях. В условиях Абхазии. Я думаю, наоборот надо делать, чтобы в банк обрали кредит. Вы помните, когда наша власть декларировала о том, что мы найдем трудовые эти скрытые резервы. Мы будем выискивать, находить все эти суммы и средства денежные, которые воруются, там, расхищаются. А где они нашли? Что нашли? Ничего. Но на самом деле у нас есть потенциал в республике, откуда можно эти деньги находить, изыскивать. Люди у нас, вы посмотрите, люди даже налоги нормально уже не платят. Вон в городских и районных бюджетах уже сколько недобор налоговая система показывает, что люди просто отказываются платить налоги, потому что нет у них доходов. Люди перестали покупать, продавать. Вы же на себе это все ощущаете, правильно же? Люди у нас сегодня за хлеб не платят, под роспись берут уже в городах. Люди вовремя не получают свои пенсии, зарплаты. В банкоматах нет денег. И все это оформляется тем, что Аурус Клапара вовремя нам не дают с Российской Федерацией. Все дают вовремя. Кстати, из-за нашей, я не знаю, безолаберности, халатности наших властей происходит вот это, то, что происходит у нас в стране. Большая часть из них не требует финансовых средств. Для того, чтобы поменять ситуацию. Здесь нужна большая часть воля, правильно составленные документы и ответственные исполнители на местах. Это касается и перераспределения полномочий, это касается налоговой реформы. А дальше, мы уже говорили здесь об этом, и Алхас Алексеевич сказал, и Дмитрий Сергеевич сказал, что все начинается с безопасности. С этого начала будет, и там тоже не нужны такие суммы, которые баснословные, которые могут быть, вот прям без них ничего не решить. Нет, оптимизация, безусловно, ну и дальше требовать результат. И во многих вещах самому лично участвовать. Безопасность, и потом все будет. Будут инвестиции, если будут уверены инвесторы в безопасности. Уровень доверия замеряется по, ну, один из самых правильных замеров от того, насколько стабильная у нас страна. Вот стабильность, как только появится в этих вопросах, так же и уровень доверия. Безусловно, безусловно, ну и правильные законы, которые дадут возможность смело приходить сюда, в страну, инвестициям. Что касается российской помощи, она действительно идет, там, когда прописана строка в бюджете, она идет планово. И тут вопрос, как за нее отчитываться и в какой момент составлять отчеты, как ты их использовал целевым образом, нецелевым образом, там, эффективно, неэффективно. Если удастся наладить, а у нас есть представление, как это сделать, то здесь может быть и рост финансовых средств, тоже финансовой помощи на, допустим, на организацию производства, там, предприятия и так далее. Но это я все говорю, это все следующая история. Для внедрения реформ не видим необходимости каких-то баснословных цифр, которых мы не сможем найти. Чтобы увеличить бюджет, чтобы наши доходы в бюджет были больше, чем есть на сегодняшний день, я уже говорил о том, что у нас колоссальный торговый оборот находится в тени. Мы понимаем все, о чем говорят. Из-за того, что они не могут нести эту налоговую нагрузку. Они привыкли уходить от налогов. Поэтому, если нам удастся принцип справедливости поставить со стороны государства и предпринимательского сообщества, тогда возникнет доверие. Тогда мы, честно, по этим деньгам сможем отчитываться перед народом, как они расходуются. Это та же открытость, та же депутатская работа, тот же Минфин, когда будет свободный доступ, посмотреть, куда деньги идут. Вот и все. Как вы оцениваете свои шансы на победу и кого вы считаете основным своим конкурентом? Мы как раз сегодня собрались для того, чтобы показать, что всякие слухи о том, что у нас распад, что мы разошлись, они не соответствуют действительности. Потому что у нас была общая команда, был кандидат общий. Он выпал по известным причинам из этой политической борьбы. Мы выдвинули другого кандидата, и у нас нет разногласий по этому поводу, чтобы все хорошо понимали. Вот задача была нашей сегодняшней встречи. Перед вами пока нет кандидата, потому что у нас на руках нет мандата. И мы сегодня просто решили с вами побеседовать и на разные темы поговорить, наше видение. Вот и развеять все слухи, что оппозиция разбита, расколота, и это все ложь. И может кому-то так и хочется видеть оппозицию в той или иной форме, но это зря, не получится. Алхаз Алексеевич и вообще вот вся ваша команда сидящая. В случае победы, у Сергея Васильевича Багабш покойного была вот такая поговорка, начнем все с чистого листа. Вы тоже собираетесь начинать все с чистого листа или все-таки дадите оценку каким-то событиям того же 2014 года, неправильно растраченным средством проверки произвести? Вот в таком плане намерены ли вы работать в случае победы? Конечно. Но я выступая на съезде говорил, если вы помните, я говорил такую фразу, что оппозиция не идет мстить, она идет исправлять ситуацию в стране. Но это не значит, что она будет, сложа руки, будет сидеть и ничего не делать по тем или иным событиям, которые, конечно же, есть соответствующие органы и прокуратура, и конституционный суд, которые, если вы имеете в виду события 2014 года, то они, я думаю, что дадут определенную оценку. А проверка расходований – это само собой разумеющееся дело. Каждый чиновник должен отвечать за то, что он сделал. Если заслуживает похвалы, получит похвалу. Если заслуживает наказания, будет получать наказание. В самой жесткой форме. Естественно, правильно заметил Анатолий Алексеевич, что мы не идем никому рстить, ни в коем случае. Но, естественно, в правах чиновников наказывать будем, по всей строгости, закон. Пора уже это всему народу показать. Вот в России, когда задерживают губернаторов, мэров, больших чиновников, и в наручниках выводят с кабинета за те или иные преступления, мы видим, что реально борются с коррупцией. Пора перестать говорить. Пора. Нужно показать народу, что реально будет борьба и с коррупцией, реальная будет борьба и с криминалитетом тоже. Вы, Сергей, считаете, что реально все можно сделать в наших условиях? Да, я считаю, что это реально можно сделать в наших условиях. Я убежден, что это нужно делать. И нужно реально показать это. Дмитрий Сергеевич, вам вопрос. Вы как раз сейчас об этом говорили, о том, что нужны реформы, и это реально делать. Если можно, просто так очень коротко. Ну вот, что можно и нужно сделать для того, чтобы ситуация в правоохранительной сфере изменилась? Вот какие-то кардинальные, скажем так, прям жесткие меры. Последний вопрос. Мы знаем, кто идет президентом от оппозиции, знаем, кто вице-президент, кто, чья же фигура будет скрываться на должность премьер-министра. По поводу реформ правоохранительной системы. Их необходимо делать. Нужно пересмотреть весь штат в правоохранительных органах. Нужно добиться добавления зарплаты обязательно. Без этого люди работать не будут. И не будут честно выполнять свои служебные обязанности. Нужно произвести серьезную чистку в правоохранительной системе. Это тоже обязательно. Потому что мы сами видим, к чему приводят недобросовестные кадры, которые работают у нас в правоохранительной системе. Я еще раз повторюсь. Не в кабинете нужно сидеть, а на местах работать. И тот же вице-президент, и вся остальная команда должна выезжать на места и помогать руководителям на местах. То есть это реально. Самое главное сделать для сотрудников правоохранительных органов социальный пакет, которого они вообще практически не имеют. И добавить зарплату, при которой они будут минимальны свои потребности жизненные. То есть им будет хватать. Я уверен, что мы добьемся результата. По поводу второго вопроса, ну, начнется предвыборная кампания, и мы скажем, это тоже не секрет, кто будет премьер-министром. И все должны понимать, кто им будет. Продолжение следует...